с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 1 ноября международный день вегана слово образовано из первых трех и последних двух букв английского слова и вегетарианец термин начал использоваться и веганским обществом основанным оценом 1 ноября 1944 года в лондоне веганы питаются и пользуются только растительными продуктами то есть полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения сегодня отмечается день судебного пристава в россии но теперь о родившихся в 1815 году в этот мир приходит кроуфорд уильямсон лонг американский врач который первый применил эфир в лечебной практике в 1842 году он воспользовался им при удалении опухоли на шее пациента тем временем в 1846 году эфир применил и хирург-донтист из бостона уильям мортон но слава первооткрывателя досталось скромному лонгу а мортон который пытался судиться с другими претендентами впал в итоге в мизантропию 1911 год в этот мир приходит сергей столяров народный артист рсфср герой фильма цирк иван мартынов принес с экрана в жизнь песню широка страна моя родная ставшую вторым гимном страны ну а теперь о событиях этого дня 1800 год президент сша джон адамс стал первым президентом живущим в исполнительном особняке позднее переименованным в белый дом здание в паладианском стиле архитектор джейпс хобан имеет шесть этажей два цокольных два для общественных приемов и два для семьи президента первоначально назывался президентский дворец или президентский особняк первое разговорное употребление словосочетания белый дом относится к 1811 году в августе 1814 белый дом был сожжен британцами после чего реконструирован и восстановлен 1897 году в турине группой студентов из лицея массимо дадельо которые любили проводить свободное время за игрой в футбол основан итальянский футбольный клуб ювентус самому старшему из них было всего 17 лет именно поэтому клуб и получил это название что в переводе с латинского молодость тогда ребята даже не предполагали что их усилиями рождается настоящая футбольная легенда клуб который через сто лет станет одним из лучших футбольных команд мира 1899 год на воду в торжественно спущен легендарный бронепалубный крейсер варяг строительство велось филадельфии а крейсере отличившимся в морском сражении в начале русско-японской войны сложены песни и легенды храбрость моряков вошла в историю в 1946 году на экраны страны выходит художественный фильм крейсер варяг кстати в роли варяга было решено снять не менее знаменитый корабль тот самый крейсер аврора так как крейсеры имели разную конструкцию внешний вид аврору пришлось даже гримировать установить четвертую фальшивую трубу и несколько орудий переделать носовую часть и выстроить командирский балкон на корме завершился путь реального варяга в 1920 году следуя на разборку крейсер взял и сел на камни и затонул у берегов южной шотландии летом 2003 на глубине восьми метров съемочная группа обнаружила разрушенный корпус варяга российским аквалангистом удалось поднять на поверхность несколько фрагментов 1924 год на московском автомобильном заводе амон и низил собран первый советский выпускавшийся серийно полутора тонны грузовой автомобиль амо f15 выпуск первой партии из 10 грузовиков приурочен к пролетарской демонстрации 7 ноября в которой выкрашенный в красный цвет грузовики принимают участие в составе колонны демонстрантов завода 3 из 10 первых грузовиков конце ноября отправились красной площади первый испытательный пробег маршрута в 2000 километров был пройден без поломок за 62 часа 29 минут со средней скоростью 32 километра в час с марта 25 года начинается серийное производство автомобилей 1959 в ленинграде на набережной красного флота открывается первый стране дворец бракосочетаний его открытие положило начало созданию новой традиции торжественной регистрации брака 1959 год 30-летний галкипер канадцев жак плант обогатил хоккейную вратарскую экипировку шайбозащитной маской на третьей минуте поединка нападающий нью-йорксов энди бэтгайт с жуткой силой ударил шайбой в лицо планту расквасив тому нос вратаря увели в раздевалку где наложили 7 швов после чего на поле он вернулся но в самодельной маске из стекловолокна и резины монреаль победил за счетом 3-1 и в последующих матчах плант с разрешение тренера играл только в маске ну а теперь маски играют все вратари 1977 год первый рейс самолета ту 144 с пассажирами на борту на трассе москва-алмата расстояние 3260 километров несмотря на высокую стоимость по сравнению с дозвуковыми самолетами 83 рубля против 62 рейсы пользовались популярностью и вот парадокс ровно в этот же день но в семьдесят восьмом году запрещена эксплуатация самолета ту 144 1986 год на центральном телевидении в рамках передачи в субботу вечером впервые выходит ленинградская программа музыкальный ринг первый участник валерий леонтьев телепередача же примечательно тем что именно в ней впервые появляются на телевидении перед широкой аудитория ранее запрещенные советские музыканты 1990 год доллар перестал стоить всего 63 копейки вводится коммерческий курс рубля новый курс 1 рубль 80 копеек за 1 доллар появился благодаря указу президента ссср михаила горбачева о введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка но еще одно событие 1512 год папа римский юрий второй торжественным местом открывает секстинскую капеллу взору потрясенных посетителей впервые предстала роспись свода ватиканской секстинской капеллы самого грандиозного творения скульптора живописца архитектора и поэта микеланджело буонаротти четыре года он лежа на спине на высоченных лесах при плохом освещении без помощников расписывал потолок площадью 600 квадратных метров изобразив на нем 343 фигуры с тех пор об этих фресках героями которых микеланджело сделал персонажей ветхого завета написаны сотни тысяч страниц но общепринятого толкования их глубинного смысла выработано так и не было микеланджело к этому времени был уже известен как выдающийся скульптор и всячески уклонялся от росписи предлагая поручить это дело рафаэлю однако папа был непреклонен и художник не посмел отказаться в августе 1508 года микеланджело поднимается на специально построены для росписи леса он добивается от папы разрешения писать на потолке все что ему подскажет его неудержимая фантазия он-то и решил украсить весь потолок фресками на библейские сюжеты еще при жизни художника папа приказал обнаженные тела закрыть допировкой а в 1596 году другой папа климент восьмой хотел вообще представляете сбить весь страшный суд только заступничеством художников из римской академии святого луки удалось убедить папу не совершать столь варварского акта чтобы понять всю силу микеланджело буонаротти а значит и всю силу человеческих возможностей надо хотя бы один раз в жизни побывать сикстинской капелле с вами был николай пивненко в проекте дата